всем привет ой ребят у нас так холодно в нью-йорке и ко мне приехала подруга точнее не ко мне сейчас все расскажу так вот дело в том что моя подруга работает стюардессой и она мне сейчас звонит подождите итак рассказываю дело в том что моя подруга работает стюардессой и у нее появились рейсы в америку уже давно на самом деле появились но к сожалению ей не давали нью-йорк и наконец-то и дали нью-йорк и она как бы прилетела с утра поспала полдня и сейчас я выезжаю еду в манхэттен мы хотим хотя бы что-то посмотреть с ней что мы успеем за эти полчаса за эти полдня я не знаю но суть в том что у нас безумно холодно просто такой дубарь просто минус 10 а чувствуется как все минус 20 по моему и не знаю надеюсь может сможем посмотреть плюс как я сказала на работу стюардессой и я позадаю некоторые вопросы возможно вам интересна работа стюардессой и стюардом возможно и может быть вам будет это полезно мне даже самое интересное что я даже хотела как-то работать стюардессе и проходила даже одно интервью но не сложились у меня такие планы в жизнь изменилась в тот момент так что погнали со мной буду вам что-нибудь интересное показывать и снимать сколько такая погода в нью-йорке вообще не часто у меня даже нет особо теплых вещей таких поэтому если буду надевать на себя все что есть и мы не замерзнуть то я его я попытка утеплиться и не за дима и метку бы пара идет на полот просто не реальный солнышко еще такой свете мы договорились встретиться возле старбукса тут у нас как всегда на тайм-сквэр очень много людей первая остановка тайм-сквэр мы пришли в библиотеку в которой я за пять лет ни разу не была но вероника решила что нам надо изучить какой-то книги и искусство со всей как красиво ой прям красиво слышь человек первый раз в нью-йорке довольный человек человек который живет в нью-йорке недовольный человек мы пришли смотреть на красивую красивую елочку как всегда она все еще стоит в нью-йорке мне пришлось зайти за шапкой поношенной по ходу потому что выглядит она не очень так еще одно место в котором я не была ни разу за пять лет это топ-офф-де-рок на ракфеллер центре и поскольку пришла приехала вероника она захотела посмотреть на манхэттен с другой точки окей мы идем смотреть смотреть на нью-йорк с 40 я не знаю с какого этажа если честно я даже не знаю с какого этажа с какого-то высокого этажа сейчас узнаем с какого и вам покажем как будто бы идем работать в самолет вероника ты готова работать еще один рейс раздевают полностью а а а Казалось, тут есть еще один левел, еще выше. Да, тут классно, хоть нет преград смотреть. Фонарики все зажглись, закат просто нереальный. Короче, смотровая очень крутая оказалась, тут три этажа. И мы уже встретили закат, и смотрим, как здесь темно и красиво. Вероника, одно из самых красивых песенов. Да, красиво. Вот это мы без музыки, потому что там холодно. Куда бы мы еще зашли в 7 вечера, мы решили зайти в красивый Эппл на 5-й Эвеню. Они здесь сделали ремонт, тут реально очень прикольно. Сейчас поснимаю. Он был закрыт, но сейчас открылся. Я, кстати, не знала, что уже открыли Эппл, но красиво. Такая зелень везде, очень красивая лесенка, уютненько. Короче, сделали. Мне напоминает почему-то Бали, какую-то природу, все зеленое. Покупатель года купил себе шнур для зарядного. Экономный поход в Эппл-стор. Так, мы находились, мы очень голодные. Мы пришли в ресторан кушать. Скорее всего, пасту, пиццу, не знаю, все, что у них есть, потому что мы очень голодные. И нам очень холодно, здесь очень тепло и красиво. Пришла наша еда. Мы закончили нашу карбонару, и нам принесли шоколад и лимончелло. Просто, я не понимаю, они работают на чаевые. Вероника, ты готова пить лимончелло? Я подумаю. Ой, у нас тут очень шумно, но весело. Так, мы все поели, официант нас пытался споить. Ему почти получилось. Но мы не сдались. Да, мне кажется, если бы мы остались дольше и сидели там в тепле, он бы нам еще пашотику принес. Но я вам уже сказала, что Вероника, это Вероника, если я не называла ее имя, это Вероника. Она работает стюардессой. И я решила, что вам будет интересно послушать, нравится ли ей вообще такая работа и что она об этом думает. И так, нравится ли тебе твоя работа? Наверное, если бы не нравилось, я бы не летала. Хорошо. Второе. Я возвращаюсь, наверное, третий раз в авиацию получается, если считать все. Поэтому, да, нравится. Плюсов намного больше, чем минусов для меня лично. Для каждого по-разному. Кто-то не выдерживает, на самом деле. Для некоторых это изначально кажется мечтой. И кажется легким... Заработком, да? Да, что-то вроде того, да. Путешествиями по миру. Как вот мы гуляем, например. Но это не все так просто. И некоторые не выдерживают и уходят после первого рейса даже по-разному. Хорошо, ты мне уже сказала, но я спрошу тебя для ютуба. Я так понимаю, тебе оплачивают... Как бы зарплата идет по количеству часов перелета. Да, то есть нет четкой зарплаты. Есть ставка и есть летные часы, за которые ты получаешь определенную сумму. Это зависит от компании, какая сумма будет. А у тебя есть какое-то самое любимое направление, которое хорошо оплачивается, но при этом легкий перелет? Швейцария. Я не скажу, что это любимое направление. Я несколько раз делала, оно действительно хорошо оплачивается. Но хорошо оплачивается, потому что там высокие цены. На самом деле оплачивается... Летные часы оплачиваются везде, во все направления одинаково. Но при этом есть еще... Милая лаунс называется. То есть то, что ты будешь кушать, завтрак, обед, ужин. В зависимости от того, сколько ты времени проводишь в каком-то направлении. Соответственно, в Швейцарии завтраки, ужин и обеды достаточно дорогие. За это дорого платят. Прикольно. Хорошо, такой вопрос. Я когда проходила интервью в МАУ, мне сказали, что у тебя татуировки, то мы тебя не возьмем. У тебя есть татуировки, но они скрытые, я так понимаю. У меня нету татуировок. А у тебя нету татуировок? Извините. Я уже их вывела. Ты вывела? Да, я вывела. Она вывела татуировки, вы представляете? А реально нельзя было, да? И ты вывела из-за этого? Или ты просто хотела вывезти? Ну, я начала выводить до того, как я попала в компанию. Ладно, у нас очень замерзли руки и носы, и все. И я не помню, какие я вопросы готовила, поэтому мы идем смотреть катон. Возможно, мы еще покатаемся, но я сильно сомневаюсь, но посмотреть можно. Пока. Увидимся через пару минут. Хантан не выдержал напряжение минус 12. Это сделали. Мы вернулись в Райан-парк, и у них еще открыто до 11.30. И мы идем кататься на коньках. Я не каталась за мной, сейчас буду падать, не буду. Но и суть. У меня даже шнурки разные, блин. Капец. Мы готовы покорять! Вау! Продолжение следует... Продолжение следует...